в этой части мы отделим крышку она у нас может открываться и мы экспортнём текстуры substance painter загрузим их в marmoset и там сделаем легенький рендер естественно marmoset те кто в курсе знает то что это такой лайтовый движок да очень похоже на движок но с минимумом функций а те кто не знает я вас с этой программой познакомлю хотя мы в ней уже запекали но мы не загружали туда текстуры в общем давайте сделаем сначала так чтобы дверцы у нас открывались одна дверца тут можно двумя способами сделать как иерархией так и костяшками давайте я и так и так сделаю это совершенно нам не нужно но просто почему нет вдруг кому-нибудь будет интересно такое и так выделим сначала крышку полностью так все это у нас все будет открываться поэтому все эти полигоны выделяем также у нас будет открываться вот эта часть правильно вот все делаем его отдельным объектом при помощи инструмента сплит на верхний объект удаляем теперь вот эта часть тоже будет открываться да скажем так свистнет она висеть будет я не знаю правильно ли слово сказал свистнет так хорошо теперь берем крышку давайте мы ее назовем то есть если это бокс да типа ящик то это будет крышка просто буковка k а те штука будет кружочком да его называл я не знаю пусть петли будут ребят я не знаю как хотите назовите вот эту деталь просто буковка k а типа петли теперь нам нужно поставить аксисы то есть крышка же должна вот в этой точке открываться аксис у нас здесь находится он писать не крышка вот крышки перепутал букву и молодец так сейчас готов так вот аксисы должны быть здесь а у нас если мы попытаемся открыть то чушь получается поэтому переходим вид спереди в данном случае включаем enable axis так чтобы мы могли двигать оси аксисы при этом чтобы сам объект не двигался находим где у нас тут эти петельки петельки вот у нас как раз есть точка пересечения идеальный центр поэтому включаем snapping включается shift s и примагничиваем прямо к центру вот видите он сам примагнитился все snapping пока отключаем проверяем замечательно все ящик замечательно открывается мега крутой рик сделали мы теперь аниматор то же самое сделаем с этими колечками enable axis тут уже нету центра но вот видите да вот она окружность ну и примерно где то вот здесь будет ее окружность сейчас немножко еще и направление поменяем вот так замечательно и он может вот так брать и свисать ну вполне прикольно по моему эта крышка может быть быть может быть быть открытой вот пожалуйста это сделали при помощи иерархии теперь давайте закинем все в бокс и мы можем просто перемещать бокс и естественно крышки тоже будут перемещаться открывать закрывать я вам всегда рекомендую на с шифтом не на определенное значение ну там можно сказать и на определенное значение с шифтом а то вы можете взять случайно какое-то значение открыть а потом попытаетесь вернуть и у вас ничего не получится поэтому с шифтом делайте не ошибетесь хорошо конечно можно в ноль написать что-то что-то взяли открыли хотите вернуть написать ноль но не всегда ноль бывает стартовой точкой скажем так к примеру если здесь взять здесь совсем не ноль видите здесь какие-то четыре целых там четыреста чем-то тысячных так что имейте ввиду с шифтом возьмите там 10 градусов он делает его это хорошо теперь мы сделаем при помощи костяшек как делать при помощи иерархии мы поняли теперь костяшки чтобы сделать при помощи костяшек мне понадобится вкладка character здесь у нас есть джоинты но и джоинтул джоинтул создает кости а джоинт это он есть то есть косточка она и есть давайте бокс обратно объединю в один объект мне так удобнее будет самому работать так аксис в ноль аксис всегда в ноль один джоинт я его назову рутом еще один джоинт я его назову крышка но я не знаю как будет крышка по-английски как будет крыша по поэтому я его назову руф типа крыша и колечки я я просто жениться я просто назову его кольца так что простите за мой английский что умеют тем пользуюсь или как там говорится хорошо теперь давайте rings мы поставим сюда в принципе где он где мы ставили ось просто берем перетаскиваем их примерно ну опять же примерно сюда чуть-чуть повернем это не обязательно делать просто так удобнее будет вот так вот в принципе можно каждому свое добавить а можно одно общее дать и по нему бы вместе открываются у меня будет одно общее на крышу мы петли перетащим то есть петли грудь джоинт перетащим сюда включим shift s и все приснапили shift s отключаем то же самое делаем здесь иерархию такую очень простенькую иерархию нулевая косточка есть она всегда в нуле должна находиться создадим еще ноль объект и назовем его как-то ну рут бокс я обычно так это делают то есть ноль объект создаю называя его рут и название модели так когда потом в анрил закидываешь или в юнити которыми сто лет не было уже в анрил когда закидываешь это гораздо удобнее ты сразу видишь что это для чего это для какой модели и все прочее хорошо теперь их нам нужно связать связать их очень просто выделяем все эти объекты и нажимаем bind он находится сейчас скажу вот create a keychain и вот bind все готово в принципе мне нам эта панель еще нужно хорошо атрибут здесь все замечательно все мы приснапились вот пожалуйста скин появился тег весов тоже появился кости подчиняются мы можем передвигать наш объект и естественно наши кости естественно они будут следовать за ними будет следовать ящик вот теперь я правильно сказал много слов мало дела чтобы проверить как это все наложилось мы можем взять инструмент весов выделить кости и ай-яй-яй ай-яй-яй убежала ну вот как бы он на все наложился что нам совершенно не нужно нам нужно чтобы рут была вот вся модель только крыша давайте сверху положим крыша была сейчас возьмем и выделим только крышу как я обычно это делаю я беру выделяю все полигоны где они у меня выделяю все полигоны выделяю все косточки перехожу господи мне здесь тяжело это не мой интерфейс я могу бы конечно свой интерфейс сейчас перейти на здесь все достаточно страшно я не буду вас этим пугать поэтому вернусь к себе где был то вот и карта весов сейчас я ее достану отсюда вот она не карта весов а менеджер весов господи карта весов такая вот панелька хорошая и здесь давайте я сначала сниму вес со всех косточек то есть выбираю здесь субтракт apply all и если я опять выберу инструмент весов где он у меня тут а ну да 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 у меня здесь авто нормалайз стоит вот это нужно снять вот то вы увидите то что везде черное да то есть кости ни к чему не привязаны чисто ради интереса если да вот видите кости не привязаны к чему теперь возьму к примеру roof но для начала выделю этот самый roof это две на эти штуки выделю roof выделю все его объекты я использую uw вам тоже советую классный инструмент помогает выделить смежные полигоны то есть те полигоны которых касаются выделены все замечательно мы root выделили нажимаем на root я писал roof нажимаем на roof выбираем здесь add то есть добавить и apply selected то есть добавить выделенное и теперь берем карту инструмент весов и видим то что к косточке roof у нас вот привязана крыша фиолетовым таким светится теперь к кольцам кстати давайте я крышу спрячу мне это полезно будет кольца теперь выделим так аккуратненько моделька убежала все кольца выделили выделим rings и опять же apply selected добавить выделенное проверим все замечательно таким бирюзовым голубым каким-то цветом выделены они это тоже спрячу теперь я выделю все что есть кроме крыши и этих колец выберу root и к нему apply selected все готово теперь ну как я их прятал я думаю надеюсь вы помните down height tall height select height unselect и все прочее вот мои модели уделяю все косточки выбираю инструмент весов все мне эта панелька не нужна и вот видно то что они закрасились в разные цвета теперь если я буду вращать этот ring то будут вертеться эти самые колечки когда я буду roof будет дверь открываться все очень очень просто давайте сейчас мы чуть-чуть приоткроем дверь вот градусов на 30 до ну и кольца сделаем так чтобы они свисали замечательно я помню на 30 градусов что ли на сколько их повернут ух нет какой 30 градусов на 160 повернул ладно все в принципе такую модель и сейчас экспортирую перехожу в экспорт но файл экспорт он у меня он здесь fbx выбираем здесь бокс давайте куча моделей куча названий неинтересно давайте назовем его как-нибудь ну ладно рик очень громко сказано но тем не менее рик здесь не нужно указывать то что у нас есть какие-то косточки они как бы сами добавляются да по умолчанию скажем так поэтому ничего здесь кроме normals не нажимаем и все окай заходим substance painter и давайте экспортим наши текстуры texture set setting все в этом роде итак заходим в файл экспорт текстурс или control shift е мне удобнее нажать control shift е выбираем в первую очередь место куда мы будем это все экспортировать ну естественно в нашу папку давайте возьмем здесь создам папку назову его textures я всегда так делаю есть основная папка и в ней есть папка meshes то есть модели и textures то есть текстуры хорошо все выбрали вот подтвердили дальше выбираем формат я всегда пользуюсь форматом tga то есть targa он один из самых удобных ну мне больше нравится конечно tif формат по той причине что он сохраняет все слои это очень удобно работать он легкий он быстро подгружается быстро выгружается и плюс windows его видит когда пытаешься открытия формат windows его видит то время как формат фотошопный он не видит без специального какого-то плагина для винды или приложения не помню в общем поэтому я вам советую выбрать формат targa 8 бит но тут на самом деле не 8 бит тут столько бит сколько необходимо поэтому вы не смотрите на то что тут написано 8 бит мы это не можем изменить тут все замечательно сбитым там где нужно 24 где нужно 8 где нужно 16 и 32 ну скажу то что одна карта да есть rgb это значит каналы синий красный синий зеленый красный зеленый синий ладно каждый из этих каналов весит 8 бит вместе они получаются 24 бита так что мы экспортируем к примеру нормалку или там base color цвет то он будет 24 битный это хорошо дальше выбираем config то есть что мы будем экспортировать тут есть очень много их разных некоторые для анрила есть некоторые есть для redshift по моему тоже что то есть или вот для арнольда есть да для короны есть много всего но я этим не пользуюсь а вот для redshift я не пользуюсь этим отдельно для unity отдельно для анрила я предпочитаю экспортнуть вот металл rough целиком то есть металлик и roughness а потом уже самому скомпоновать те текстуры которые мне нужны так как мне нужно открываем здесь смотрим base color roughness metallic normal карта высот нам на самом деле не нужна потому что так карта высот здесь черно-белой маски что мы использовали она во время экспорта автоматически трансформируется в карту нормалей так что карта высот по факту не нужна но можем оставить если что вы можете сами взять и свой конфиг составить тут как хотите просто отсюда перетаскивайте все что вам нужно добавляйте в каналы которые вам нужно и все он экспортируется экспортируется эмиссии у меня тоже нет но раз он тут есть и кстати мне еще понадобится понадобилась бы карта ambient occlusion но как вы помните я ambient occlusion на base color наложил так что я думаю он мне не понадобится но посмотрим если понадобится программа здесь и все я нажимаю экспорт замечательно моментальный экспорт ну у меня на соседнем мониторе открылось вот base color карта высот которая мне по факту не нужна карта roughness карта металлика которая абсолютно черная потому что у нас по факту металлические объекты есть только на них то краска то ржавчина и сам металл не видим поэтому естественно металлик просто черный наша карта нормалей и теперь берем заходим в мармасет а я заброшу включил не заброшу конечно крутая программа но она мне сейчас не нужна все отключу ну все убирайся включаем мармасет отлично нажимаем на уйди обновление нажимаем на этот квадратик то есть импортируем модели находим где наш рик то есть бокс рик а и зараза да 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 я косточки то косточки косточки в мармасете их не будет этих косточек если им анимацию не задать поэтому давайте знаете что здесь делаю а вот так вот сделал current state object то есть текущее состояние в объект то есть косточки я не буду экспортировать я признаюсь я давно мармасет не экспортировал все время в unreal а там косточки тоже подгружаются здесь я забыл если у костей нету анимации то есть движение так как-то дверца открывается закрывается все этом роде то и косточки тоже не импортируется насколько мне известно поэтому давайте я еще раз экспорт но уже открытую версию на fbx где у нас рик сохранить и поставлю галочку select only то есть только то что выделено только это экспортируется и нажимаем ok все замечательно программа сразу автоматически подгружается заменяется это очень удобно и текстуры то же самое когда фотошопе вносишь какие-то корректировки там фотошопе нажимаешь control s и просто открываешь мармасет да и сразу подгружается это это очень круто и в общем так вот наш материал дефолтный в принципе он нас вполне устраивает и сейчас давайте сюда загрузим наш необходимой карты и так в нормалку естественно мы загружаем нашу нормалку вот замечательно если бы не одно но хорошо нормалку импортнули хорошо теперь импортируем albedo то есть albedo это base color ну по факту у нас не albedo у нас diffuse потому что кроме цвета материал да кроме цвета текстур да у нас здесь еще есть и тени а если есть и цвет и тени то это это диффуз это не albedo albedo это когда только цвет ну как я вам говорил я аошку добавил да смотрите если сейчас нажать на base color то видите тут просто цвет а если я включу ао то сразу видим объем появился туда-сюда ну это уже диффузка хорошо теперь в карту glossiness нам нужно закинуть карту roughness однако когда мы ее закинем нам нужно будет ее инвертировать потому что я вам рассказывал по моим самом начале или когда мы собственно включили то что программа так работает вот glossiness и roughness этим отличаются то что одна инвертированная вторая нет как-то так есть шейдер specular glossiness есть шейдер metallic roughness так вот мы используем metallic roughness поэтому glossiness это инвертированный roughness вот если кратко сказать дальше металли куда закинуть естественно specular только если здесь у нас единственный вариант это glossiness или non да то в отражениях у нас может быть и specular и металлик и куча всего еще поэтому включаем здесь metalness и закидываем нашу навороченную текстуру как-то так замечательно сейчас я смотрю на эту модель и мне кажется все таки аошка здесь не помешало бы давайте я включу окклюзию и найду текстуру ао я же ее запекал куда я ее запек я же ее куда-то запекал на секунду по-моему она в той же папке где и программа то есть нет 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 я ее запекал в substance pointer значит есть substance pointer и ее и экспортирую что же делать так значит control shift е находим все таки где-то она у меня здесь была одну секундочку вот эта карта и я ее не экспортнул да я глупость сейчас какую-то сделал я ее не экспортнул нет я ее экспортнул я ничего никакой глупости не сделал я все правильно я просто из substance ее экспортнул и так возьмем и добавим окклюзию во вкладку с окклюзией только естественно ее уменьшим значительно уменьшим вот как то так то есть а ушка должна быть но не такая жирная да не такая заметная вроде бы ничего я только хочу сейчас поменять hdr-ку hdri карту да та которая влияет на освещение и внести кое-какие настройки в marmoset и так есть одна любимая карта который чаще всего используют desert road но я ее все меньше и меньше использую на самом деле и из-за того что я реже захожу в marmoset и просто потому что мне другие карты начинают больше нравиться так что тут не знаю зеленая зеленым плохо будет отражаться просто та карта которая больше подойдет ее и добавим программа marmoset создана специально для того чтобы смотреть на модели проверять модели это можно сказать движок если вам лень включать unreal то включайте marmoset и будет вам счастье выглядит по моему достаточно прикольно только я не хочу видеть background да такой я хочу здесь видеть просто цвет поэтому моде я поставлю просто color потемнее какой-нибудь color так мне больше нравится и сейчас внесу кое-какие настройки в самом marmoset добавлю источник света и все остальное давайте теперь настроим рендер чуть-чуть просто чуть-чуть его приукрасим во первых я очень хочу заменить эту модель мне не понравилась идея с тем то что она будет открытой я изначально этого не хотел но просто показать то что она может открываться да это круто но использовать просто открытую модель не хочу мне не нравится то как она выглядит в открытом состоянии так что я просто взял импортнул старую модель в собственности которая была и так в первую очередь давайте поставим свет полимей не нормально так примерно камера как-то так цвет поменяю я уже это делал но еще раз это сделаю сейчас какой-нибудь потемнее выберу синий может быть чуть-чуть синего ну вот так а теперь дело в том то что у меня marmoset вылетел мне пришлось заново все подключать так вот но вы этого не успели заметить так вот теперь давайте настроим сцену начнем пожалуй с камер да начнем с камеры и так или нет нет с рендера я с рендера сейчас начну включим локальные отражения сейчас как-то камеру поставим чуть свет то есть поставим чуть поинтереснее окклюзию окклюзия у меня есть тут вообще ну вот так вот хорошо так высокого качества тени ну GI включать я не хочу он как-то странно здесь везет себя или может быть я не умею с ним нормально пользоваться ну в общем я его стараюсь не включать окклюзия detail увеличим качество добавим ао тоже хорошо будет смотреться потом мы anti-aliasing нет 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 resolution то есть разрешение увеличим но чуть позже сейчас пока с камерой разберемся поставим здесь сколько там обычно ставят так обычно ставят я не помню почему какая-то причина для этого есть глубину резкости настроим сейчас сейчас мы ее подправим немножко ну вот так вот дальше что у нас тут еще есть ну кривые давайте после того как я свет поставлю с кривыми поиграюсь добавим немножко шарпана это придаст четкости шарпана придаст ему немножечко bloom или как он там называется немножко повысим grain это также добавить немножко четкости и чуть-чуть оживит модель на мой взгляд он чуть более в реальном в реальном мире как будто находится а не является все таки 3d графикой пинетку тоже прибавим почему и нет легкую только очень-очень-очень легкую ну как то так пока что достаточно я думаю я еще сюда вернусь I'll be back так теперь зайдем в render не-не-не-не в sky и поставим источники света как нибудь красиво поставим сейчас более-менее чтобы модель такая живой казалась ну и переосветлить тоже его не очень хочется ну уже давай тут я стараюсь сделать так чтобы тени интересно выглядели просто так как мне больше понравится не более того какого-то какой-то определенной тактики я здесь не преследую просто как мне больше понравится так и делаю может быть это не один источник света хочется чтобы со всех сторон был все-таки освещен так равномерно причем хочу со всех сторон просто в пустоте кликаем и все ну примерно так нет 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 ну вот так вот примерно не знаю ребят этим можно очень долго заниматься это достаточно интересный процесс но формат урока его очень сложно вставить потому что я не могу наизусть прям заранее знать все вот конкретно шаг за шагом что я должен делать да то есть вот в таких вещах то есть где именно каждая лампочка должна находиться это не знаю я не знаю как так можно делать наверное есть те кто так и делает да то есть там слепую выставляет свет но я нет я на это достаточно много времени трачу каждый раз все равно бываю недоволен но вот теперь мне нравится теперь мне точно нравится так мне здесь по моему какой то источник света какую то лишнюю тень отбрасывает так это light 5 кто же тебя поставит вот так вот он очень сильно осветлял у меня прям глаз вот сюда вот прям бросался когда он сильно осветлял вот так вот так гораздо лучше теперь зайдем в рендер увеличим разрешение двойное как вы видите и пока я high dpi не поставил я камеру чуть-чуть настрою а именно фокус видите он очень сильно размылся так передний фокус есть а не то дергаю вот и дальний сейчас чуть-чуть вот так чуть-чуть так совсем чуть-чуть а теперь возвращаемся в рендер ставим high dpi качество повышаем стерео я что такое стерео а это во 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 тут написано oculus rift и все там вроде нет это это нам не нужно anti-alizing все нормально с ним посмотрю сейчас ничего вроде не забыл зайду еще так в мою камеру тоже зайду сейчас еще раз пробегусь просто глазами кривые чуть поярче чуть-чуть сделаем все чуть-чуть контрастика чуть-чуть добавим вот так вот капельку и ну пост эффекты особо добавлять я ничего здесь не буду хроматическая аберрация да или какая она там по-русски называется правильно это когда такое я не знаю как это описать красные и синие полоски появляются как в кино вот эти штуки чуть-чуть добавим его красивее будет выглядеть сразу это незаметно но просто на все это влияет и вроде все очень сильно как-то заморачиваться тоже не хочется сейчас по-моему выглядит достаточно прикольно а теперь давайте просто попробуем это все экспортнуть ну в первую очередь сохраним да вот я успел сохранить перед тем как он вылетел заменю это и если мы захотим залить это в мармасет ой в мармасет говорю на артстейшн нам нужно будет нажать файл экспорт и мармасет вьювер мы это экспортируем и заливаем на артстейшн там увидите мармасет вьювер прям туда кидайте если мы хотим просто скрины то где он у нас находится сейчас image вот f10 и пожалуйста вот наша работа ну качество у нее тут не full hd тут гораздо выше какое-то качество стоит а нет full hd стоит показалось как будто выше ну и ладно мы закончили вот так вот как-то неожиданно как-то без всякого без шума без гамма тихо спокойно взяли и закончили мы сделали нашу модель render тоже приятный не забудьте качество повысить потому что если вы не повысите то blur focus distance да размытие размытие фона будет очень некрасивым здесь так что вот качество resolution что я вам говорил повысить его обязательно в остальном я поздравляю вас вы мы сделали вот наш ящик наш ящик для игры и вы для вас все вы вы на вы Продолжение следует...